Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем изучать 25 главу этого Евангелия. «Тогда, подобно будет Царство Небесное, десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Девы – это неокрепшие души, которые еще не состоялись в благодати, то есть не вступили в брак с женихом Христом. То, что их число пять, это связано с пяти чувствами, их несовершенство заключается в том, что они не очень управляются со своими чувствами. Но из них пять разумных и пять неразумных. Разумные – это те, которые, несмотря на несовершенство, контролируют мир своих чувств. А неразумные – это те, которые не контролируют мир своих чувств и поддаются каким-то эмоциональным возбуждениям, волнениям, смятениям. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Людям свойственно ожидать, что то, к чему они стремятся, оно должно быстро произойти. Но если возникает какая-то пауза, люди расслабляются и впадают в некую такую спячку. Но в полночь раздался крик – вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы, те, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым – дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали – чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Действительно, когда будет пришествие Христа, мы не сможем тогда реально помогать друг другу. Каждый будет иметь заботу только о самом себе. Реально помогать друг другу мы можем в этой земной жизни. До момента физической смерти или до момента пришествия Христова. А после этого, в чем Господь кого застанет, так и будет его судить. Собственно, назначение этой жизни и заключается в том, чтобы человек определился в добре или во зле. И когда человек или мир, в котором мы живем, определяется в добре или во зле, прекращается его существование и отдельно взятого человека, и целого мира, который приходит к своему завершению рано или поздно. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. То есть для нерадивых верующих, и те, и те называются девами, то есть они стремились к браку с Христом, с женихом, но нерадивые верующие, они не подготовились к встрече со Христом. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Вот эти неразумные. Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Вот эти слова Христа перекликаются с текстом, где на страшном суде люди будут говорить, «Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов возгоняли?» И Христос им тоже скажет, «Я никогда не знал вас, идите от меня, проклятые, в огонь вечный». И вывод из этой притчи о разумных и неразумных девах. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которой придет Сын Человеческий. И далее. «Ибо он поступит как человек» здесь идет другая притча, «который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по силе его, и тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего». Каждый из нас имеет какие-то свои таланты, какие-то свои способности. Как я часто говорю, счастье человеческой жизни заключается в том, чтобы распознать намерение Божие относительно самого себя. Но иногда, имея таланты те или иные, человек не заботится о том, чтобы их преумножать. Например, у человека есть дар слова. Почему он не использует дар слова для того, чтобы объяснять людям основу веры? Или у человека другой какой-нибудь дар, например, идеальный музыкальный слух. Такой человек может петь на клиросе, если при этом у него еще прекрасный голос, и прославлять Господа в псалмопениях. Но часто человек, имея те или иные дары от Бога, таланты от Бога, а это реальность, в которой мы живем, каждый имеет какой-то талант, он не заботится о приросте этих талантов и не использует их на благо Святой Церкви для того, чтобы этими талантами служить Богу. Это проблема. По долгом времени, читаем мы далее, приходит господин рабов тех и требует у них отчета, и, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над ноги тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Если мы верны Богу в том малом, что мы имеем, то награда будет велика. В каком смысле она будет велика? Ведь сколько мы можем трудиться на земле? Пятьдесят лет, сорок лет, тридцать лет. А награда-то вечная жизнь, а это несоизмеримые вещи, временная и вечная. Поэтому в любом случае, употребляя те или иные усилия на служение Богу, мы в награду получаем жизнь вечную. И здесь любые усилия, затраченные нами, они абсолютно оправданы. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над ноги тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Дай Бог, чтобы душа каждого из нас услышала бы эти слова. Подошел также и получивший два таланта, то есть у него немного было талантов, и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Точнее, обязательно быть абсолютно талантливым, какие бы ни были таланты, они должны быть направлены на служение Богу. «Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Ведь здесь интересно то, что как бы таланты разные, и заслуги разные, а награда одна и та же, вечная жизнь, ибо Бог не лицепрятен. «Подошел и получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю, вот тебе твое». То есть он как бы сохранил этот талант, но он его не приумножил. То есть он не использовал эту вещь по ее прямому назначению. Любой талант, который дается нам, он дается нам не ради самого себя, а ради того, как мы направим что-либо в нашей жизни на служение Создателю. «Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не расточал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». То есть если ты сам не можешь соорганизоваться, обратись к тем, которые смогут тебе помочь как-то реализоваться в твоих талантах и в твоих способностях. «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросите во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, сказав сие, Иисус возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Действительно, мы рождаемся в этот мир с хорошим здоровьем, с ясным взором, с прекрасным слухом, но когда к концу лет нашей жизни мы все это теряем и не приумножаем, это некая такая проблема. Одно дело, человек потерял свое здоровье, занимаясь делами праведными, благочестивыми, прожил жизнь не напрасно, а пребывая в исполнении божественного закона, в общении с другими верующими, это благостно. А человек, замкнутый сам на себя, некое такое существо в футляре, это проблема. «Когда же придет Сын Человеческий, далее говорится о последнем суде, во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соперутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, готованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Вот описание страшного суда, которое дается в этой главе, 25 глава Евангелия от Матфея, поражает тем, что на суде будет выясняться только один вопрос. Не будет никакого экзамена по сравнительному богословию, по догматическому богословию, а будет выясняться один вопрос. «Был ли человек милосердным?» Почему это важно выяснить на последнем суде? Потому что суд без милости, как сказано, не оказавшему милости. То есть мера того, как мы относимся к другим, это и будет мера того, как Бог отнесется к нам в день суда. Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Вот что здесь делает Христос? Он делает то, чего не сделал ни один из основателей той или иной мировой религии. Он ставит знак равенства между собою и любым другим человеком, живущим на земле. Вот в этом универсальность христианства. Служа любому человеку, мы служим самому Христу. Помогая любому человеку, независимо от его национальности, от его религии, социального положения, возраста, пола, мы служим самому Христу. Ибо Христос поставил знак равенства между собою и любым другим человеком. Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не отели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе». Здесь опять Христос ставит знак равенства между собой и любым другим человеком. Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого, одному из всех меньших, то не сделали мне, и пойдут сие в муку вечную, а праведники – жизнь вечную». То есть Христос нашего времени – это любой человек, с которым мы общаемся. Во-первых, любой человек создан по образу Божию. Так сказано в Писании, «Создал Господь Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину». Образ по-гречески – икона. Иконос. Поэтому любой человек – это самая достоверная икона Бога. Но иконы, конечно, нуждаются в реставрации, в очистке пространства, иконы и так далее. Так вот, Христос наших дней – это и бомж, который встретился на нашем пути, и беспризорный ребенок, бредущий по дороге. Это и соседка-инвалид, которая устала от одиночества. Это и твой родственник, который живет где-то далеко от твоего города, но который нуждается в общении с тобою. Христос наших дней – это любой страждущий, обремененный, который нуждается в нашей помощи, в нашем участии, в нашей поддержке. В этом сила, универсальность христианства. Служа любому человеку, другому человеку, малому по отношению к нам человеку, мы служим самому Христу. И только этот вопрос будет рассматриваться на страшном суде, ибо суд без милости не оказавшему милости. Продолжение следует...